Доброго дня, уважаемые интернет-пользователи! И мы начинаем нашу онлайн-конференцию. Тема сегодняшней беседы – богатство природных ресурсов нашей страны и как мы их используем. Об этом мы поговорим с нашим гостем Андреем Валерьевичем Хмелем, заместителем министра природы и охраны окружающей среды Беларуси. А в ближайшие 60 минут я, Александр Хоровец, буду озвучивать вопросы, которые вы, уважаемые интернет-пользователи и телезрители, присылали на наш сайт tvr.by. Ну что ж, предлагаю начать. И первый вопрос от Зинона Станиславовича Бальцевича, жителя города Лиды, Гродненской области. В республике остро стоит вопрос очистки умирающих озер. Попутно добывается ценное полезное ископаемое – сапропель. Но водный кодекс запрещает его добычу в прибрежной полосе. Возможен ли перенос прибрежной полосы при добыче сапропеля от уреза воды очищенного озера? Возможна ли разработка программы по очистке озер и упрощение оформления документации по добыче сапропеля? Добрый день. На этот вопрос, безусловно, я отвечу таким образом, что добыча любого полезного ископаемого осуществляется в рамках кодекса недрых Республики Беларусь. Для того, чтобы добывать тот же сапропель, юридическое лицо, либо индивидуальный предприниматель должен обратиться в соответствующие органы и получить горный отвод, для того, чтобы добывать полезное ископаемое. Что касается самой очистки озер, немножко другой процесс, потому что не каждое озеро в Республике Беларусь имеет запасы сапропеля, которые экономически выгодно добывать. Процесс очистки озер, он уже осуществляется по другим регламентирующим документам, а конкретно озера очищает собственник озер. Либо это частное лицо, либо это местные исполнительные распорядительные органы. Во всех этих вопросах, безусловно, есть порядок. Ну и что касается водоохранных зон, зон, которые в данном вопросе названы как урез воды, водоохранные зоны, тоже устанавливаются местными исполнительными распорядительными органами в соответствии с действующим законодательством. Поэтому на этот вопрос, наверное, я отвечу так. Спасибо. Следующий вопрос от Виталия из Минска. Говорят, что Беларуси не очень повезло с полезными ископаемыми. У нас они в категории труднодобываемых. Скажите, какие все же у нас есть полезные ископаемые, и какие из них полезные ископаемые экономически оправданы для добычи? Ну, наверное, нельзя сказать, что Республике Беларусь не повезло с полезными ископаемыми. Ведь на сегодняшний день мы знаем о том, что мы не богаты углеводородами, Республика Беларусь, но мы очень богаты пресными и минеральными водами. Республика Беларусь – это одна из тех стран, которые наиболее богатыми вот этими природными ресурсами. И в перспективе еще жизнь покажет, что в итоге будет дороже – нефть или вода. Поэтому такой вывод делать однозначно нельзя. Но нужно сказать, что да, я уже сказал, есть нефть в Республике Беларусь. Ее не так много, но мы ее добываем. Это нефть достаточно хорошего качества. Есть калийная соль. Безусловно, это основное богатство на сегодняшний день из природных ресурсов для Республики Беларусь. И экспортный потенциал в этом виде полезных ископаемых очень серьезен. Республика Беларусь богата строительными материалами различными. Это пески, это мел, это сырье для производства цемента. Здесь мы тоже не испытываем недостатка. Но, безусловно, другие виды полезных ископаемых. Еще одно национальное богатство – это торф. Вы знаете, что в Республике Беларусь торфа очень много. И запасы его колоссальные. Их будет достаточно еще на столетие вперед. Безусловно, при его рациональном использовании. Очень популярны на сегодняшний день, становятся популярными. Такие полезные ископаемые, как сапропель, мы говорили это в первом вопросе. Это тот же трепел, это тот же доломит. Эти полезные ископаемые используются как в добавках к корму животных, так и в различных других отраслях Республики Беларусь. Ну и новое направление, которое сегодня Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь пытается освоить – это месторождение базальта. Мы приложим все усилия для того, чтобы его изучить в ближайшие годы подробно и внедрить его в оборот Республики Беларусь. Ведь из базальта делаются как и материалы для утепления зданий кровель, как и для отделки плитка та же, ну и даже корпуса самолетов делают из базальтового волокна. То есть потенциал использования данного вида ресурса очень огромен. Поэтому на сегодняшний день, уверенно хочу сказать, что Беларусь не обделена природными ресурсами, полезными ископаемыми. Наша задача их грамотно, экономически выверена и рационально использовать. А добыча базальта, она только ведется? Добыча базальта еще пока не ведется. Открытое месторождение базальта в Пинском районе Брестской области. В ближайшие годы будет проведена детальная разведка, проработка. Будут сделаны все необходимые испытания и анализы данного вида природных ресурсов с целью определения, можем ли мы использовать его в Республике Беларусь в тех технологиях, которые используются в наших прерабатывающих предприятиях. И далее будет сделана экономическая оценка и экономический просчет. Я думаю, что в течение двух лет эта работа будет завершена, и мы уже сможем вовлечь это месторождение, повторюсь, в хозяйственный оборот в Республике Беларусь. А пока базальт мы импортируем еще? Да, базальт мы импортируем. Базальт импортируется в достаточно больших объемах, порядка 1,2 миллиона долларов США. Это достаточно много. Повторюсь, что он в Республике Беларусь используется в настоящее время. Например, предприятие Гомель Стройматериалы для базальтовой ваты изготовления. Базальтовой ваты Белтеп. Это основной потребитель. Понятно, спасибо за ответ. Так, Алена из Гродно спрашивает. Каких полезных ископаемых у нас больше всего? И что мы добываем в принципе? Мне кажется, вы уже ответили, но так или иначе, давайте повторимся. Да, больше всего, повторюсь, у нас запасы калийной и каменной соли. Запасы, будем говорить, колоссальные. Это миллиарды тонн, при том, что мы добываем миллионы. Проще говоря, чтобы уже наших зрителей не утруждать цифрами, это основные, повторюсь, торф, да, мы добываем, но и строительное сырье. Этих полезных ископаемых у нас в Республике Беларуси много. Ну, здесь сопутствующий вопрос возникает, наверное, Андрей Валерьевич. Вот мы добываем, а вот на тех местах, где образовываются карьеры или под землей, мы как-то их облагораживаем потом? Ну, нужно отметить, что в любом случае предусмотрена рекультивация карьеров. Она производится, если мы добываем, к примеру, строительные пески для строительства дорог, для строительства домов, используемые в строительной отрасли, эти карьеры рекультируются. Если вы будете проезжать по реконструируемой трассе М6 сегодня, которую соединяет город Минск и город Гродно, мы видим уже вдоль дорог и немножко по доле трассы уже часть карьеров, которые использовались для добычи полезных ископаемых, для строительства этих дорог, они рекультивированы. То есть они засыпаны, рекультивированы, и здесь вред окружающей среде по большому счету не приносится. Есть регламентирующие документы, тот же Кодекс о небах, который четко регламентирует все эти виды работы. Безусловно, карьер такой, как предприятие «Рубгранит», где добывается гранит, колоссальный карьер по объемам, с его рекультивацией, безусловно, есть вопросы и есть проблемы. Что касается, к примеру, рекультивации месторождений калийной солей или каменной, как таковой рекультивации не производится, но эти, будем говорить, выемки в земной коре, они могут тоже использоваться под различные цели, например, для создания газовых хранилищ, для хранилищ природного газа. Поэтому при добыче полезных ископаемых предусмотрены сегодня все регламентирующие документы, которые учитывают как экономические составляющие, так и составляющие экологические. То есть полезные ископаемые добываются с учетом этих двух факторов. Слушайте, а что делать с теми горами отходов от калийной соли, которые мы видим возле Солигорского? Они как-то будут использоваться в процессе? Бессловно, на сегодняшний день ищем технологию для переработки этих отходов. В настоящее время эти горы на своем месте, но я уверен, что в ближайшем будущем будет технология, которая позволит переработать, и эти, будем говорить, огромные горы отходов производства используют. Но в настоящее время какого-то серьезного вреда окружающей среде они не оказывают. Это природный ресурс. А в мировой практике их как-то используют вообще? Вот там у нас в Бразилии, насколько мне известно, добывают. Нет, мы же экспортируем в Бразилию больше. Экспортируемая Республика Беларусь, она является третьей в мире по экспорту калийных удобрений. Безусловно, если бы были лучшие мировые практики, они бы использовались в Республике Беларусь. На сегодняшний день таких технологий и по переработке такого объема. Но на сегодняшний день пока у нас нет. Спасибо. Так, следующий вопрос. Вот как раз-таки, может быть, он и поможет нам. Как вам помогают ученые? Прошлый год был годом науки. Какие новые технологии, разработки были вам представлены? Этот вопрос от Артема. Год науки, да, действительно, был в прошлом году. Я должен отметить, что геология, она не может существовать без науки априори. В настоящее время в Республике Беларусь существует ряд научных учреждений. Одно из них — это Институт по геологии, Научно-производственного центра по геологии. Это предприятие является структурным в Минприроде. Есть Институт природопользования при Академии наук. Вопросами геологии занимаются различные кафедры в университетах. Есть достаточно хороший институт Беларусьнефти, который занимается непосредственно вопросами поиска технологий извлечения лучших нефти в Республике Беларусь. Этот институт наиболее, наверное, по-современному оснащен. Там подрастает поколение, новое поколение ученых, которые будут заниматься углеводородами. Уже в этом недавно созданном, не так давно, скажу, созданном институте, уже есть кандидаты минералогических наук. Я уверен, что это в будущем доктора. Система научная создана, она функционирует. Условно, на сегодняшний день, до того, как поставить бурение параметрической скважины на нефть, до того, как начать серьезное изучение бурения на твердое полезное ископаемое, наши научные сотрудники и научные сотрудники других институтов эти вопросы прорабатывают. Условно, отбирается, делается, кортирование территории, научные специалисты просчитывают, где потенциально может быть обнаружено то или другое полезное ископаемое. При бурении скважин поднимается на поверхность керн. Это цилиндрические, буду говорить с простым языком, пробы земли, грунта, полезных ископаемых, гранита. Этот керн изучается различными способами, срезами под микроскопом, по которым уже ученые определяют структуру и понимают, есть этот вид полезного ископаемого здесь или его нет. И дальше мы движемся, именно ученые принимают решение о постановке конкретной точки параметрического бурения, и уже специалисты, буровщики, уже выполняют эти работы. Поэтому, в любом случае, неразрывно. И керн хранится. Хранится учеными для чего? Для того, чтобы в будущем, при появлении новых технологий по исследованию, можно было бы вернуться опять к нему, все-таки найти, доказать, что в тех пробах, из той сважины, мы все-таки углубясь или уйдя немножко в сторону, сможем найти то или иное полезное ископаемое. Поэтому, наверное, большая часть работы по геологическому изучению недр, это, безусловно, работа научных сотрудников. А вот много ли таких вот образцов керна в запасах у ученых? Да, его очень много. Часть керна, которая касается конкретно углеводородов, нефти, был передан Беларусьнефти учеными и сотрудниками НПЦ по геологии. В Гомеле, в Беларусьнефти, построено современное кернохранилище с учетом всех сегодня передовых технологий. Созданы все прекрасные условия для хранения керна, и он хранится там. Понятно. Спасибо за ответ. Следующий вопрос от Анастасии. Опять же повторяется, какими полезными ископаемыми, которые идут на экспорт, может похвастаться Беларусь за исключением всем известной калийной соли? Калийной соли, я назову цифры, 2,2 миллиарда долларов США – это экспорт в прошлом году Республика Беларусь. То есть, нельзя за исключением сказать, да, это основной экспортер по природным ресурсам, по минеральным, по полезным ископаемым. Нефть, наша белорусская, нефть 600 миллионов долларов, то, что мы добыли в Республике Беларусь. Она ушла на экспорт, она была переработана в наших нефтепрерабатывающих заводах, и ушла уже, это нефтепродукты. Ну, не секрет, что Республика Беларусь осуществляет экспорт нефтепродуктов. Его, наверное, будет правильно назваться реэкспорт, это российская нефть, переработанная на нефтеперерабатывающих заводах Республики Беларусь, которые на сегодняшний день, вы знаете, прошли модернизацию, и являются очень эффективными в работе. Порядка 5 миллиардов долларов – это экспорт именно нефтепродуктов, но нефть, повторюсь, недобытой на территории Республики Беларусь. Каменная соль мы экспортируем, в основном это каменная соль, мозырь соль, порядка 85 миллионов долларов. Что еще? Ну, щебень – 80 миллионов. Ну, и основное, вот, цементное сырье, ну, в принципе, это цемент, но, можно сказать, это цемент практически, это наша полезная ископаемость, из которых он изготовлен, порядка 100 миллионов. Вот это основные цифры экспорта природных ресурсов или полезных ископаемых в Республике Беларусь. Это не таковы на сегодняшний день. Спасибо. Так, вопрос от Елены следующий. Много ли дополнительных процедур необходимо сделать с нашими полезными ископаемыми, чтобы в итоге сырье начало соответствовать требованиям промышленности сельского хозяйства? На какие ресурсы мы больше всего тратим времени для переработки или обработки? И стоит ли оно вообще того? Ну, наверное, начну с окончания этого вопроса. Стоит оно того или нет? Бесловно, это просчитывается еще до того, как природный ресурс извлекается и в дальнейшем перерабатывается. То есть, в любом случае, если сырье извлекается, экономика в этом есть. Бесловно, оно стоит того. Что касается переработки полезных ископаемых, каждая полезная ископаемая, она по-своему разнообразна. Ну, поясню почему. К примеру, если мы извлекаем песок-щебень необходимой фракции, переработки как таковой, как обогащение практически не производится. Да, мы с вами видели с самого раннего детства, и каждый из нас видел, как работает карьера. Нужная фракция есть, приходит в очереди, практически стоят автомобили, загружается, она сразу идет на строительство дорог. Если нужен какой-то отсев, или фракция полезная ископаемая, другая, но это обычные машины, которые это сортируют, обычные линии, элементарные, без каких-то высоких технологических приемов. Что касается кварцевых песков, например, которые используются в стекольной промышленности, здесь уже вопросы немножко тяжелее. Они проходят обогащение, а конкретно из них извлекаются те примеси, которые не должны попасть в производство того же стекла или того же хрусталя. Но в любом случае у нас этими вопросами в Республике Беларусь есть кому заниматься. У нас есть научно-исследовательский институт строительных материалов, есть у нас Белорусский государственный технологический университет, в которых постоянно проводятся работы по выявлению новых методик переработки, подготовки к производству или обогащению природных ресурсов. Вот эти вот научные заведения этим занимаются, и они уже определяют весь этот технологический процесс. Безусловно, это делается для того, чтобы получить наибольший экономический эффект от использования того или иного вида полезных ископаемых. Я, знаете, вот сейчас вернусь, наверное, немножечко назад. Вот Вы говорили, что у нас достаточно большое количество песка, гранита, гравия. А на десятки, то есть сотни лет вперед. Правильно, да? В этом году белорусы, особенно те, которые строятся, столкнулись с той проблемой, что почему-то не хватает самого элементарного песка, гравия, для того, чтобы возводить свои частные домовладения. Как Вы думаете, с чем это вызвано? Это просто спекулируют на рынке частники, которые занимаются... Ну, я уверен на сегодняшний день, что для частного строительства никаких вопросов по песку и иравию на сегодняшний день в Республике Беларусь несуществуют. Вопрос стоимости, возможно, его привоза. Да, здесь, если достаточно удален объект строительства частного лица и карьера ближайший находится достаточно далеко, то, безусловно, перевозка его может быть дороже, чем для другого физического лица, который находится ближе. В принципе, сегодня работает государственная организация, хотя, наверное, не всегда у них есть возможность при строительстве той же, повторюсь, уже трассы М-6, они все загружены. Есть частные лица, которые вполне официально могут на карьере купить песок, взять определенные затраты на доставку и привезти частному лицу. На сегодняшний день, я уверен, что такой проблемы в Республике Беларусь не существует. Вопрос логистики, наверное, в этом существует вопрос. Понятно, спасибо. Вопрос от Ольги, которая недавно отдыхала в белорусском санатории. Было небольшое лечение, которое включало в себя лечение минеральными водами. Объясните, пожалуйста, почему в санаториях мы пьем не газированную воду, а в магазинах только газированную? И продаем ли мы наши минеральные воды как природный ресурс? Что касается минеральных вод, я уже говорил о том, что Республика Беларусь очень богатая этим видом природных ресурсов, пресные воды, минеральные воды. У нас в Республике Беларусь 85 санаториев или санаторно-курортных учреждений, где для лечения используются минеральные воды. Они используются для лечения заболеваний различного профиля. Почему вода не газируется в санаториях? Ну, потому что это чисто природная вода, которая поступает в санаторий непосредственно из месторождения. Она может быть как из скважин, так и самотечная. И нет необходимости ее газироваться. Ну, такой практики нет. Что касается продажи минеральной воды, будем говорить, производства в Республике Беларусь в магазинах, ну, не соглашусь. Есть минеральная вода как газированная, как среднегазированная, так и негазированная. Но примеры марок не буду приводить, не будем заниматься рекламой, я думаю. Но вы согласитесь со мной, что белорусская вода, именно минеральная, не питьевая минеральная вода, она продается негазированная. Что касается экспорта Республики Беларусь, ну, наверное, назову компании Дорида, Фрост. Эти компании осуществляют поставку воды как минимум в Российскую Федерацию, в Литовскую Республику. То есть, что касается рынка уже европейского, достаточно тяжело туда попасть, мы это прекрасно понимаем, но эти компании работают в этом направлении, и, условно, мы уже разлитую воду, либо она питьевая, либо минеральная, экспортируем. Ну, и, наверное, я попытаюсь дополнить, вот действительно видел в магазинах негазированную минеральную воду, вот лично на мой вкус, она, ну, не настолько приятна, как газированная, что ли, газики добавляют того самого вкуса. Ну, безусловно, каждому потребителю свое. Кто-то любит сильно газированную, кто-то любит негазированную, кто-то пьет не минеральную, а просто питьевую воду. Поэтому здесь уже выбор в магазинах есть на любой вкус. Воды в Республике Беларусь хватает, она по ценам тоже не скажу, что она дорогая, выбирайте, ради бога, и пейте. Ну, предлагаю пить больше белорусскую воду, нашу, родную. Будем пить, я лично пью белорусскую воду. Следующий вопрос от Антона из Минска. Сейчас начали увеличивать добычу сопропелля, однако известно, что он играет важную роль в биосистеме водоемов. Это просто отличный природный сорбент. Так вот, если увеличить добычу, как не навредить нашим водоемам? И вообще вредит ли это? Ну, это не вредит водоемам, в первую очередь. Ни в коем случае. И на сегодняшний день сопропель добывается, но все регламентируется, безусловно. Сопропелевое отложение, это отложение, которое формируется в водоемах десятками лет и столетиями. Безусловно, его добыча, оно не влияет на сам объект, потому что, по большому счету, у нас есть природные ресурсы, которые восполняемые, и есть, которые невосполняемые. Тот же сопропель восполняется, восполняется, занимает достаточно большой отрезок времени, так же, как и торф. Вы знаете, что, когда добывается на месторождении торф, происходит повторное заболачивание. Этот торф в течение десятилетий там образуется снова. Словно, все зависит уже от слоя, но никакого вреда экологии, озерам, болотам, ни добычи торфа, ни добычи сопропеля не оказывают. Здесь главная задача, условно, это разработка тех же проектов, то же самое, как на добычу торфа, грамотное проведение мелиорации. Если все выполнено технологически верно, технологически грамотно, тогда никаких вопросов не умен природы, как органы, которые осуществляют надзор за экологию в Республике Беларусь, по большому счету не возникает. Спасибо. Денис из Минска задает следующий вопрос. Как планируется диверсифицировать импорт полезных ископаемых? Импорт сегодня, наверное, ну, признаюсь, основное направление деятельности, которое мы будем осуществлять в ближайшие годы в Министерстве природных ресурсов, а конкретно по геологии, это импортозамещение. На сегодняшний день мы для себя посчитали, эту работу провели совместно с Министерством архитектуры и строительства Республики Беларусь, что потенциал импортозамещения только по строительным материалам составляет Республике Беларусь около 100 миллионов долларов в год. То есть в этой цифре у нас отражен импорт строительных материалов, таких как гипс, калины, глины. Существует у нас, при том, что огромные запасы щебня и гранита, это эти виды полезных ископаемых. Также они больше идут по реэкспорту, но все-таки экспорт осуществляется. Пески тоже кварцевые импортируются в Республику Беларусь. Тот же базальт. Мы прочитали, что мы при грамотном подходе, при определенном количестве инвестиций в изучение месторождения, в детальную проработку и обоснование, можем на 100 миллионов долларов ежегодно снизить импорт. Вот. А вот в тех видах полезных ископаемых, которые мы импортируем, я уже сказал, что мы не можем снизить на сегодняшний день, это, безусловно, импорт нефтепродуктов. Так как я уже называл сумму экспорта, импорт сегодня достаточно большой. Мы добываем сегодня только 1 миллион 650 тысяч тонн сами. При этом потребление у нас в разные годы тоже колеблется от 18 до 22 миллионов. Но все зависит еще от объемов нефтепереработки. Словно, не секрет, что основная часть импортируется для переработки, а дальше уже идет экспорт, так называемый реэкспорт. Здесь мы не сможем значительно уменьшить сумму или объем импорта в Республике Беларусь в углеводородах, так как больших у нас залежей на сегодняшний день не обнаружено. Условно, мы ведем работы, условно, мы уверены в том, что мы сможем приращивать ежегодные запасы, но сегодня основная задача по углеводородам стоит такая. Наши ученые и геологи должны каждый год приращивать нефти больше, чем мы ее добываем с целью того, чтобы мы не истощали те запасы, которые у нас сегодня есть. В сегодняшний день у нас запасы порядка 42 миллионов тонн нефти в недрах, это те, которые обнаружили. Поэтому мы добываем 1 650 000. Задача стоит, и мы ее по прошлому году уже выполнили, в этом году прирастили запасы на 1 700 000. То есть потенциальные запасы у нас не уменьшаются. Но, повторю, что этих запасов при сегодняшнем потреблении Республикой Беларусь углеводородов, словно, недостаточно. То есть, проще говоря, мы 1 600 000 в прошлом году добыли тонн нефти, и в то же время разведали на 1 000 000 человек. Совершенно верно. Понятно. Значит, есть еще где копать и что искать? Есть где копать. Республика Беларусь, она сегодня является хороший потенциал для проведения поисковых работ. Потому что на сегодняшний день нам нужна съемка хорошей территории, которая осуществляется бурением скважин. К примеру, скважина на 1 квадратный километр. Ну, простым языком. Для того, чтобы понимать всю структуру, что у нас есть. У нас достаточно много уже изучено приписки, прогиб. Вот, мы будем продолжать его изучение. Есть другие у нас, будем говорить, нефтеперспективные участки, где мы тоже попытаемся провести параметрическое бурение для того, чтобы определиться, есть там нефть или нет. На сегодняшний день мы должны отметить то, что георазведка – это очень затратное мероприятие. Для бурения поисковой скважины, либо параметрической скважины глубиной 2,5-3 километра стоимость составляет 2,5-3 миллиона долларов. То есть, один километр бурения, метр бурения, больше причины, это тысяча долларов. Потому что с крышной породы можно пройти достаточно легко, а дальше уже попадаются отложения и граниты, которые метр пройти, это стоит колоссальным затрат. Поэтому сегодня мы доказываем, Минприроды доказывает эффективность георазведки, о том, что инвестиции, которые мы вкладываем на сегодняшний день, они впоследствии окупаются. И мы надеемся, что мы сможем все-таки привлекать либо инвесторов, либо государство будет оказывать поддержку для георазведки. И мы будем показывать, безусловно, результаты, находить те полезные ископаемые, которые в настоящее время нужны экономике республики. Скажите, а вот что касаемо добычи той же нефти, разведки именно, если сравнивать с Россией или теми же Арабскими Эмиратами, а насколько у них дороже или дешевле, чем у нас получается? С учетом технологий, я буду говорить по георазведке, цены по большому счету они паритетны, одинаковые. Здесь огромной разницы нету. Единственное, что технологии, безусловно, в нашей георазведке, буду говорить по НПЦ, по геологии, они недостаточно совершенны. И за счет более совершенных технологий разведки, к примеру, в Соединенных Штатах Америки, либо в Российской Федерации, есть возможность сэкономить какие-то материальные затраты и направить их на достойную оплату труда тех же специалистов по георазведке. Что касается технологий уже добычи, то с уверенностью скажу, что у нас основную часть добывает Беларусь нефть, можно сказать, всю нефть добывает компания Беларусь нефть. Технологии, которые используются у нее, в этой компании, технологии добычи, они соответствуют всем современным лучшим методам. И на сегодняшний день хорошие инвестиции вкладывают в то, чтобы модернизироваться оборудование. И мы не уступаем именно по добыче, по этим технологиям, ни Российской Федерации, ни другим странам. Спасибо. Следующий вопрос, собственно говоря, мы ответили уже на вопрос Галины из Витебска. Следующий вопрос от Екатерины. Моя подруга живет в Гомельской области. По пути к ней в деревню вижу небольшие установки по добыче нефти. Качают себе, качают. В наших широтах это выглядит удивительно и непривычно. Тем не менее, нефть добывают. А где ее перерабатывают и как ее потом используют? Знаю, что Нафтаны и Мозырские НПЗ работают с российской нефтью. Там все установки под нее заточены. То есть, где белорусскую нефть перерабатывают? Ну, безусловно, белорусская нефть перерабатывается на Мозырском нефтеперерабатывающем заводе и Новополоцке. Что касается объемов, мы уже об этом с вами говорили, качают, качают. Это хорошо. Вместе с тем, по качеству нефти белорусской, она очень хорошего качества, одна из лучших в Европе. Эти качества не заключаются в малосернистости. Она легкая и слабо парафинистая. Поэтому она достаточно легка в переработке. Вся белорусская нефть, которая добывается на территории республики, она перерабатывается на этих заводах и идет на экспорт. Вот отвечу на этот вопрос так. А белорусы ездят на тех бензинах, которые добывают, из нефти перерабатывают? Или все-таки все на экспорт отправляют? Качество бензина по итогу, что из белорусской нефти, что из российской нефти, но не отличается. Есть определенные документы, которые утверждают те или иные показатели уже непосредственно топлива. И результат уже качества бензина зависит лишь только от уже качества переработки на наших нефтеперерабатывающих заводах. Как я уже говорил выше, качество нефти переработки сегодня, с учетом недавно проведенной модернизации, она находится на очень высоком уровне. Это понятно. Поэтому белорусский бензин, он очень качественный. Как и дизельный топлив. Опять же, соглашусь, потому что так в Европе очень ценят наше топливо. Не раз там было и говорили, что белорусский бензин – знак качества. Так, следующий вопрос. Так уж сложилось, что алмазы, золото, все это хранится глубоко в недрах земли. ЮАР и Россия – одни из основных добытчиков алмазов. А как обстоят дела в Беларуси с самыми твердыми минералами? Вопрос от Кристины из Минска. У вас есть алмаз? Ну, я, наверное, отвечу на этот вопрос так, что на сегодняшний день поиск золота и алмазов, он не стоит, он говорит с простым языком, на первом месте у геологов в Республике Беларусь. Да, работы проводились. Да, были обнаружены проявления золота. Да, это, например, Зуберево, да, Столцовский район, район деревни. Но это говорит о том, что есть вкрапления и есть потенциал для изучения более глубокого этого вопроса. Этот участок, он даже предлагается в концессию. То есть, если есть на сегодняшний день заинтересованное частное лицо с любым капиталом, то есть с белорусским, либо с иностранным, оно может прийти и попробовать, да, его найти. На сегодняшний день это только вкрапления, это достаточно неизученный еще материал. Повторю, что нужно провести георазведочные работы, которые на сегодняшний день затратны. Поэтому мы себе с учетом, как говорится, ограниченности средств в проведении георазведочных работ, мы идем по другому пути. То есть, мы должны сегодня обеспечить наши строительные предприятия строительным сырьем. Мы продолжаем изучение и поиск углеводородов. А этот вопрос сегодня на повестке дня не стоит. Пока его отодвинули, будем говорить, на второй, третий план. Что будет дальше, ну, жизнь покажет. На сегодняшний день никакой экономической целесообразности по изучению данных участков, которые будут действительно экономически выверены, мы для себя не видим. Повторюсь, если будет инвестор заинтересованный, он сможет заключить конституционный договор и по законодательству Республики Беларусь провести геологическое исследование этого участка дополнительно. И в случае, если подтвердится какая-то экономика этого всего процесса, добычи этих полезных ископаемых, то ему будет предоставлено первоочередное право по добыче. В общем, Кристина, если у вас есть лишние нескольких десятков миллионов долларов, я так понимаю, об этом речь ведется, можете приходить в Толпцовский район, в деревню Зуберево и начинать свою геологоразведку. А потом Министерство природных ресурсов вас обязательно поддержит, правильно? Совершенно верно. Поэтому на сегодняшний день вкрапления есть, есть проявления золота алмазов, но это не говорит о том, что они в таком количестве, что экономически выгодно добываться. Но не факт, что там есть золота. Следующий вопрос от Дарьи. Как вы вычисляете экономическую целесообразность для промышленной добычи каких-либо ископаемых? Скажу, я уже затрагивал этот вопрос. До того, как добываться полезные ископаемые, идет целый ряд процессов. То есть это предварительная разведка, когда мы определяем, есть ли данное полезное ископаемое на этом участке. Потом идет, мы видим, что потенциал есть, когда уже проводятся георазведочные работы, когда на поверхность поднимается керн, изучается, бурится несколько скважин. Это уже идет детальная разведка. На основании детальной разведки мы уже можем определить конкретные контуры месторождения, определить качество полезного ископаемого, будь то пески, будь то доломит, будь то другое полезное ископаемое, определить его качество. Словно, затем уже проходят работы по обсчету, по экономическому расчету, целесообразности добычи. Сравниваются на момент этого экономического обоснования стоимость минерального сырья, к примеру, доставки его из Российской Федерации, из Украины, стоимость его приблизительно в Белоруссии, на других месторождениях. И затем уже делается большая пояснительная записка, на основании которой уже делается вывод целесообразность непосредственно разработки, добычи, строительства горно-обогатительного комбината и так далее. Словно на Абум ничего не делается, все просчитывается, принимается решение. Есть такие месторождения, они предлагаются также в концессию, по указу президента Республики Беларусь. На сегодняшний день мы предлагаем 15 концессионных участков, где-то нужно детальное изучение, где-то нужно проведено, есть все экономические обоснования, что там, сколько, и экономика его добычи. Понятно. Спасибо. Так, опять же, вопрос от Филиппа из Гомеля про пресную воду мы с вами уже озвучили. Елена спрашивает, хотим на даче установить солнечную панель. Скажите, можно ли обратиться в ваше министерство, чтобы нам рассказали, выгодно или нет устанавливать ее нам? Какие виды зеленой энергетики вообще можно добывать на даче? Интересный вопрос. Что касается, выгодно или нет, ну, каждый, я думаю, человек, который хотел бы установить для себя солнечную батарею, получать из нее энергию, или гириоколлектор для подогрева воды, он двумя-тремя действиями простыми может посчитать для себя, выгодно или нет. В первую очередь, он должен определиться, что ему нужно. Если это солнечная батарея с производством электроэнергии, ну, допустим, там, 3 кВт в день, он элементарно может взять стоимость кВт, умножить, посчитать стоимость самой установки, сколько будет стоить ее монтаж, и высчитать для себя экономическую целесообразность. Стоит ему этим заниматься? Или не стоит? Ну, вопрос элементарный. Если вы все-таки решите обратиться в Минприроды, я думаю, что вам тут не откажут, но здесь нет никакого труда для себя определиться, выгодно или невыгодно этим заниматься. Безусловно, в европейских странах, как и в Республике Беларусь, к этим технологиям люди приходят. Приходят, возможно, не из-за хорошей экономики и большой экономии, а в большей степени для автономности, независимости своего домовладения. Что касается других видов природных ресурсов, природные ресурсы — это все виды ресурсов, это не только полезные ископаемые, условно, это энергия солнца, энергия ветра, энергия воды, тепло Земли. Многие частные владения на сегодняшний день внедряют в себе установки, так называемые, тепловые насосы, которые забирают тепло Земли, используя это для подогрева, обогрева своих помещений. На сегодняшний день предложений по установке солнечных батарей, по установке тепловых насосов достаточно в сети интернет, в разных рекламных проспектах, поэтому можно обратиться, все просчитают, покажут экономику, и каждый для себя на сегодняшний день должен определить, выгодно это или нет. В европейских странах стоимость, вы знаете, энергоресурсов, электроэнергии, она в разы доходит выше, чем в Республике Беларусь, поэтому экономика там, что касается получения выгоды, она сразу на первом этапе выше, у нас ниже. Но, повторюсь, здесь все надо рассчитывать конкретно в каждом случае, конкретно каждому потребителю. А документы какие-то необходимые оформлять дополнительно для того, чтобы мне, например, поставить солнечную батарею или ветряк? Ну, ветряк это достаточно серьезная установка. На сегодняшний день инвесторы в основном занимаются этими вопросами. Насколько я помню, еще 6 или 7 лет тому назад внедрялась в Новогрузском районе Гродненской области первая установка 1,5 мегаватта. На сегодняшний день, я, кстати, проезжал мимо, я был удивлен, хотя, удивлен масштабность, хотя я уже знал о том, что их около двух десятков. То есть для инвесторов это выгодно. Есть ряд, это проектное решение, это согласование с Минэнерго о том, чтобы производимую электроэнергию забирали в сеть. Что касается ветроэнергетических установок в частном секторе, я пока таких вопросов не встречал, больше используются солнечные батареи. Что касается согласования с Минэнерго да, на солнечные батареи, но этого не требуется. Понятно, спасибо. Так, вот вопрос от Владимира из Бреста. В прошлом году в Брестской области была начата пробная добыча янтарян. В стране промышленно значимых месторождений не выявлено, но добыча все равно стартовала. Для чего смогут ли частники там добывать янтарь? Была пробная добыча, абсолютно верно. На сегодняшний день определено то, что запасы янтаря в Республике Беларусь существуют, но экономически в больших объемах производить эту добычу нецелесообразно. Есть ряд юридических, физических лиц, которые хотели бы добывать янтарь в Республике Беларусь. На сегодняшний день подготовлен законопроект, которые будут регламентировать добычу янтаря и добычу еще такого важного, или, будем говорить, достаточно интересного, полезного ископаемого или природного ресурса, как моренный дуб. То есть два вот этих направления добычи будут регламентированы данным указом. Предусмотрена, безусловно, добыча как юридическими лицами, так и индивидуальными предпринимателями данного вида ресурсов. Вот тема моренного дуба очень интересная. Сколько он должен пролежать там в земле, чтобы достичь каких-то своих качеств хороших? И много ли вообще у нас моренного дуба? Моренного дуба достаточно много. Запасы его официально не подсчитаны. Моренный дуб есть. Об этом говорят исследования частных лиц. Мы этой информацией владеем. Что касается качества моренного дуба, чем больше, тем лучше, тем дороже. В Републике Беларусь добывался моренный дуб и 6 тысяч лет. Материал достаточно дорогой на сегодняшний день. Достаточно специфический в обработке. То есть не получится достать ствол моренного дуба и долго с ним возиться на берегу. Есть определенные технологии. С него можно получить качественный продукт, только осуществляя определенный технологический процесс. Что еще по мореному дубу сказать? Но стараемся мы в этом указе предусмотреть то, чтобы моренный дуб, все какие-то достояния Республики Беларусь, природный ресурс, не вывозился за пределы Республики Беларусь, не обработанный митинг. То есть имея такой ресурс, наша задача при его добыче и в дальнейшем производстве мы стоим на том, чтобы только продукция из моренного дуба ходила за пределы страны. Это может быть как пивоматериал подготовленный, это тоже уже продукт качественный, как мебель, как другие изделия. То есть наша задача добывать природный ресурс, обеспечить хорошую добавленную стоимость уже на материале либо продукции, дабы поступили средства от природного ресурса в бюджет. Ну это же совсем другие средства. Понятно? Спасибо. Так, следующий вопрос. От Юлии. Невозобновляемые природные ресурсы вечно добывать из недр земли мы не сможем. Как сейчас регулируется добыча полезных ископаемых, чтобы самим пользоваться благами и оставить нашим потомкам? Основная задача это рациональное использование природных ресурсов. Безусловно, этим вопросом занимаются не только Министерство природных ресурсов, но и недропользователи. Я повторю, что целый ряд природных ресурсов он возобновляемый. Если говорить о той же нефти, то мы сегодня добываем то, что по большому счету можем добыть, и мы не ограничиваем себя в добыче. Что касается нефти, наша задача находить новые месторождения. Здесь потенциал есть, я о нем повторю. Что касается основных крупных месторождений полезных ископаемых, это калийная, каменная соли. здесь не стоит вопрос того, что не хватит на будущем поколении. Условно, его хватит. Больше вопрос в рациональном использовании стоит в том, чтобы, к примеру, если мы разрабатываем карьер со строительными материалами, он должен быть выработан полностью, на 100%. Мы следим за тем, чтобы карьер, если там есть запасы 20 миллионов тонн, к примеру, и они утверждены, они просчитаны, то никто не позволит той организации экономически выгодно сверху добить 5 и перейти на новое месторождение. Нет. Карьер будет рекультивирован только в том случае, когда он будет весь использован. Эта организация обязана использовать его весь и затем рекультивировать. Это вот один из примеров рационального использования. Тоже будем говорить по подземным пресным водам, которые на сегодняшний день в Республике Беларусь в основном используются для питьевого водоснабжения, для питья. Мы не разрешаем. Есть кодекс, водный кодекс Республики Беларусь, где мы запрещаем использовать собственные источники для предприятий подземных вод, если есть поверхностный источник и если есть центральный водопровод с той же подземной водой. Кроме целей производства пищевых продуктов, кормления, паяния животных, и если нету вблизи ни водопровода, ни поверхностных водных источников, тогда разрешено. Для чего это делать? Для того, чтобы ограничить бурение скважин, ограничить его нерационально. Ведь каждая скважина это по большому счету потенциальный источник загрязнения подземных флот. Для того, чтобы уберечь от этого, эти вопросы Министерства природных ресурсов регулируются. Признаюсь, возможно, даже где-то ущерб экономическим интересам предприятия, но этот вопрос уже лежит в экономической плоскости предприятие может вести переговоры о стоимости водных ресурсов посредственно с поставщиком. То же самое и по другим видам полезных ископаемых условно уделяется внимание, существуют четко прописанные регламентирующие документы, которые предопределяют рационально использование природных ресурсов. А мы уже стоим в министерстве, наше региональное представительство, районные инспекции, комитеты областные уже сходим над рациональным скоростью. Условно, есть нарушения, есть незаконные карьеры, где идет выемка полезных ископаемых без определенных разрешений либо в нарушении действующего законодательства. Мы эти факты пресекаем, людей наказываем, ну и наверное я должен обратиться к зрителям, что если у вас есть подозрение на то, что где-то какое-то юридическое лицо незаконно разрабатывает карьер или выбирает просто песок для подсыпки дорог, сразу обращаться нужно в районную инспекцию и Минприроды будут принимать меры предусмотренные законодательством, дабы не допустить эти нарушения. Спасибо. Так, следующий вопрос. от Александры была удивлена, когда осознала, сколько нас окружает продуктов нефтепереработки, от банального, но полезного пластика до искусственных волокон, из которых делают одежду, ведь пан это и есть переработанная нефть, то, чем мы пользуемся каждый день, тоже продукты переработки черного золота. А есть ли какой-то ресурс, который мог бы поспорить с нефтью по полезности и пригодности в быту? Однозначно, что есть полезный ресурс, но любой полезный ресурс без него в быту нельзя. Мы будем говорить о той же воде. Жизнь человека на сегодняшний день без воды невозможна. Повторю, что мы гордимся тем, что у нас есть хорошие запасы, мы принимаем меры для того, чтобы эти запасы подземных сохранить объемно и в таком же качестве. Бету без воды нельзя. Любой быт у человека невозможен без какой-то мебели. Это наши запасы древесных ресурсов, тоже природные ресурсы, которые на сегодняшний день регулируют Министерство лесного хозяйства. Богато республики Беларусь, богато ли республика Беларусь деревом? Богато. Тут же тоже стоит вопрос о рациональном использовании, как и глава государства отметил в соответствии с недавними событиями, когда кругляк леса вывозился за пределы республики Беларусь незаконно. Хотя на сегодняшний день интерес республики Беларусь из этого материала произвести мебель и продать ее в разы дороже, получив добавленную стоимость. То есть тоже важный ресурс. Все, что окружает нас, построено стены, кровля, это песок, цемент, природный ресурс. То есть на сегодняшний день любой природный ресурс, полезное ископаемое, без него не может жить человек. Возможно, даже без нефти нам будет более проще говорить потенциально, что не будет бензина, не поедем на машине, может и неплохо, меньше выбросы будем ездить на электромобилях и так далее. Без воды нельзя. Поэтому нефть не самый главный ресурс, который нас сегодня окружает в быту. Понятно, спасибо. Так, уважаемый Андрей Валерьевич задает Виталий вопрос из Минска. Возможно ли опытно-промышленное освоение белорусского янтаря? На сегодняшний день нет экономической целесообразности, повторюсь, для опытно-промышленного освоения янтаря. Это экономически невыгодно, это уже подтверждено, это точно. То есть могут выделяться на сегодняшний день участки для более простой добычи, так как копателями, но и все-таки здесь мы предусматриваем, когда готовим нормативные акты, чтобы ни в коем случае не наносился ущерб окружающей среде при добыче янтаря, конкретно технологии вымывания. Может и наши зрители и видели, какой ущерб был нанесен украинскими копателями янтаря. И насколько это все страшно, мы такого не допустим. Что касается промышленного, нет. На сегодняшний день предпосылок для промышленной добычи не существует в Республике Беларусь. И вот Михаил Искобрино буквально недавно прислал вопрос опять же по янтарю. Будет ли продолжена добыча янтаря на гачо-осовском месторождении? Добыча янтаря будет продолжаться, но повторю, что мы должны урегулировать этот вопрос и другие вопросы законодательным актом, ведь не суть добыть сам янтарь, он будет добываться в Республике Беларусь, суть определить законность его обращения в Республике Беларусь. Кто будет вести его учет, кто будет уполномочен на его скупку, либо это будут Белоресурсы, либо какая-то другая организация, как будет осуществляться процесс его реализации за пределы Республики Беларусь, это все подготовится, и тогда эта деятельность уже в Республике Беларусь будет развиваться. Я думаю, что уже срок выхода нормативного акта, ну, здесь уже пару месяцев, и он будет готов как по янтарю, так и по марионам удобно. Спасибо, Андрей Валерьевич. На этом наша онлайн конференция будет заканчиваться. Надеюсь, мы ответили на все вопросы наших уважаемых интернет-пользователей. Я напомню, что сегодня мы беседовали с заместителем министра природы и охраны окружающей среды Андреем Валерьевичем Хмелем. Еще раз спасибо за беседу. Спасибо. Анонсы следующих конференций смотрите в ближайших выпусках новостей. Я, Александр Хоровец. Желаю вам доброго дня и до скорых встреч. Продолжение следует... Продолжение следует...